Здравствуйте! В эфире программа «Бумеранг». И вновь мы будем говорить о том, что все, что мы делаем или не делаем, к нам возвращается. Мы начинаем новый цикл по здоровью человека, по здоровью жителей Чувашии. И мы с экспертами в студии будем говорить о причинах нездоровья, о новых современных методах лечения, которые пришли в нашу Чувашскую республику. И, конечно же, самое главное, о профилактике этих заболеваний. И сегодня в гости нашей студии два главных специалиста Минздрава онколога, главный врач республиканского онкологического диспансера Игорь Долгов и детский онколог Сергей Яковлев из Республиканской детской больницы. Уважаемые эксперты, онкология уносит значительно меньше жизней в мире, да и в Чувашской республике, нежели сердечно-сосудистые заболевания. Но, тем не менее, почему-то ее боятся гораздо больше. И вообще в интернете существует целая волна информации о том, что нас ждет даже эпидемия онкологических заболеваний. Так ли это на самом деле? Я не знаю, эпидемия это будет или не эпидемия, но в настоящее время в мире диагностируется около 10 миллионов первично выявленных пациентов со злокачественными образованиями. Согласно статистике, до 2030 года число пациентов с первично выявленными злокачественными образованиями удвоится и достигнет 20 миллионов населения. Ну и вот говорят, что один миллион в мире человек умирает от рака. Это да. А что с эпидемией? Я не могу сказать. Это будет эпидемия или просто увеличение заболеваемости? Ну, во всяком случае, напугать людей, наверное... Я думаю, не стоит. Не стоит, да? Я думаю, не стоит. А если они не напугаются, может быть, они меньше будут думать о том, что есть риски и нужно от них как-то беречься? Ну, они должны знать все риски и вести здоровый образ жизни, чтобы заняться первичной профилактикой онкозаболеваний. А какова общая ситуация с онкозаболеваемостью у нас в Чувашской республике? У нас в Чувашской республике заболеваемость онкозаболевания, к счастью, меньше, чем по Российской Федерации и достигает цифр 286 на 100 тысяч. Тогда, как в Российской Федерации, она достигает цифру 386 на 100 тысяч. Ну, чтобы было понятно слушателям, это почти на 80 разница, да, на 80 человек. И вообще статистика в Чувашской республике – это 22 тысячи человек больных. Да, в настоящее время состоит на учете в концерегистре у нас. И могу еще добавить, в Приложском округе мы тоже занимаем место одной из самых последних по заболеваемости вместе с Мариелой и с Мордовской республикой. Что пусть слабо, но утешает наших зрителей и слушателей. Поскольку наша республика является экологически чистой, у нас нет вредных производств, нет контакта с химическими канцерогенами, которые международным обществом исследования рака уже официально зарегистрированы как химические канцерогены. Поэтому, может быть, этим объяснять то, что у нас заболеваемость остается, к счастью, одной из низких Российской Федерации. Но вот темпы удвоения, они точно так же, как в России, они на нас характеризуют. Ну, я думаю, динамика будет соблюдаться, потому что это мировая тенденция увеличения онкозаболеваемости. И мы живем в мире, и мы тоже никуда не денемся от всего окружающего мира. Но вот взрослых – это около 2% населения. А что с детьми? Ну, что у тебя в канцерогенестре детского населения у нас состоит, по Чувашии, это 129 детей. То есть заболеваемость составляет около 55 на 100 тысяч детского населения. Это, в общем-то… По российским меркам? По российским меркам мы тоже, в общем-то, скажем так… Стабильный, низкий. Да, это заболеваемость у нас составляет около 9,5 человек на 100 тысяч детского населения. Это очень хорошие показатели. В среднем по России у нас на учете впервые выявлено всегда составляет около 3-3,5 тысяч, что составляет всего 1% от пациентов, которые заболевают злокачественными образованиями в онкологии. Но это все равно достаточно большие цифры. Ну, вот вы знаете, я не знаю, как обыватели, но я от того, что все время вижу в интернете, по телеэкрану, объявление о том, что нужно ребенку больному, раком, деньги, возникает психологическое такое вообще ощущение, что у нас очень много больных детей раком. Из пациентов, которым мы выставляем диагноз первичного злокачественного образования, большинство пациентов мы направляем в Москву, в федеральные клиники, которые берут наших пациентов на лечение. Проводится по федеральным квотам полное обследование и лечение. И при этом с родителем не нужно тратить денег. А с чем тогда связано с тем, что люди пытаются собрать деньги? Может, они за границей хотят оперироваться? Возможно, родители этих пациентов хотят лечиться за границей. Надеюсь, что им окажут более качественную помощь. Но наш опыт говорит о том, что результаты нашего лечения, результаты лечения этих пациентов в федеральных клиник отвечают всем мировым стандартам. И все показатели отчетности по этим заболеваниям у нас соответствуют именно мировым стандартам. То есть пятилетие выживаемости и выздоровления этих пациентов у нас именно в реальности на тех же цифрах, что и во всем мире. В общем, у нас нет такой ситуации, чтобы ребенок заболел, а ему не дали направление в федеральный центр. У нас таких ситуаций просто не бывает. У нас и не бывает. Это невозможно. Хорошо, давайте тогда, а если по районам республики мы что-то можем сказать, какова ситуация, какая картина? У нас из года в год высокозаболеваемость, онкозаболевание наблюдается в трех районах. Это Аллатрский, Порецкий, Шумерлинский. Периодически к ним добавляется Порецкий и ряд других районов. Вот эти районы располагаются по имени реки Сура. Но что хочется отметить про эти районы, в этих же районах также регистрируется самое большое количество долгожителей нашей Чувашской республики, чтобы население республики... А вот контрольное слово «река Сура» – это что, связано с плохой водой, что ли, или с чем? Тут проводилось ряд исследований. Мы не можем однозначно утверждать, что тут какие-то биохимические нарушения и в почве, и в воде, но мы можем сделать вывод, что тут идет какое-то перенапряжение иммунной системы, что может в конце концов ввести к какому-то сбою где-то в иммунологической цепочке и развитию онкозаболевания. Но при этом совершенно не значит, да, что все жители этих районов существуют за нериск. Абсолютно. Абсолютно не значит, поскольку я еще раз повторяю, в этих районах зарегистрировано самое большое количество долгожителей нашей Чувашской республики. Ну вот такой интересный парадокс. А какие формы раков Чуваши лидируют у взрослых и у детей? Ну, здесь у нас такие же цифры, как и по России. У нас среди, скажем, детских раков это все-таки эмбриональные, то есть врожденные. На первом месте стоят лейкозы. Среди лейкозов это острый лимфообластный лейкоз. В последующем это опухоли нервной системы, то есть это опухоли центральной нервной системы, и периферические – это нейробластомы. И уже другие опухоли, они уже в порядке убывания. Это нейробластомы, гепатобластомы. Ну это такое уже специфическое, очень трудно понять всем. Это в большей степени связано с наследственностью? То, что касается маленьких деток. Или тоже все факторы риска, как у взрослых, присутствуют? И питание, и образ жизни, и вода, и воздух. Это эмбриональные, то есть это врожденные опухоли. Если рассмотреть структуру и мужчины, и женщины, то первое место занимают злокачественное образование кожи. На втором месте у нас всегда был рак легких. На третьем месте колоритальный рак. Это суммирование цифр заболеваемости раком прямой кишки, и плюс раки ободочной кишки. На четвертом месте у нас заболеваемости раком желудка. Если рассмотреть в отдельности, то у мужчины на первом месте занимает рак легкого. На втором месте колоритальный рак. Это рак прямой кишки, рак ободочной кишки. На третьем месте рак желудка. На четвертом месте опухоли кожи. У женщины на первом месте рак молочной железы. На втором месте опухоли кожи злокачественные. На третьем колоритальный рак, еще раз повторяю. Второе, третье место, как у мужчин, так и у женщин. Четвертое – тело матки. И пятое место – рак желудка. Какие еще риски вообще существуют, которые помогают развиться у людей такому заболеванию, как рак? Хотя рак – это очень обобщенно, да, это простонародное такое выражение. Да, рак – это одна из форм злокачественных образований, это злокачественные опыли, которые развиваются из эпителия. Кроме этого, есть злокачественные опыли, которые развиваются из мышечной ткани, из жировой ткани, из семиальной ткани. Принято эти злокачественные образования называть сарковыми. И есть отдельная группа пухолей, которая поражает костный мозг или клетки кроветворные, это так называемая группа гемобластозов. Это заболевание крови, по-русски для обывателя. Эта общая группа называется гемобластоза, там подразумевается лимфома, это тоже опять такое сборное понятие, лейкозы, лифогломатоз и так далее. Давайте разберем вредные привычки. Как самый главный риск у человека, да? Как самый главный риск развития злокачественного образования. Начнем с курения. Во время курения человек получает в свой организм более 50 канцерогенов. Во время затягивания сигареты, путем горения сигареты получают более 50 канцерогенов. В том числе это такие полициклические ароматические соединения, бензопирен, наверняка все его слышали. Ну, во-первых, никотин, он сам уже определен в группу наркотических препаратов. Есть, у него возникает абстиненция, зависимость. Но никотин, он сам по себе не страшен, а страшны именно как раз продукты, которые поступают в организм человека, начиная с ртовой полости. Это чисто химические канцерогены. Поэтому люди курящие, они в разы больше заболевают, значит, начнем с того, что первое, у них в разы больше рак нижней губы, раки полости рта, раки глотки. Раки тахея, раки легкого, это уже проведено множество эпидемиологических исследований. Кроме этого, как ни странно, курение вызывает влечение рака почки, рака анального канала и мочевого пузыря. То есть именно как раз развитие плоскоклеточных раков. Ну и, наверное, наше питание, наше неправильное совершенно питание. Естественно. В Англии создан фонд, который как раз занимается исследованием развития рака и который изучает развитие раков в зависимости от питания. И они пришли к выводу, вот последний был доклад в Лондоне, что самым полезным является потребление больше фруктов, овощей, клетчатки. А потребление мяса должно быть не более 80 грамм в день. И в основном оно должно быть приготовлено на открытом огне, тушеное или отварное. Ну, то есть не жареное, что любят в России. Абсолютно, абсолютно. То есть потребление жирных продуктов, майонеза, жиров идет к тому, что в толстую кишку человека, вот это другое эпидемиологическое исследование, которое проводилось и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе. То есть вот развалить такую ситуацию. Например, заболевание с колоректальным раком. Вот я уже проговорил про эту тему. Это заболевание с раком и прямой кишки, и бодочной кишки. Вот люди, которые живут в цивилизованных странах, это Соединенные Штаты Америки, Франция, Германия, Европа и Россия, в том числе мы, у нас растет заболевание с колоректальным раком. Хотя, кстати, заболевание с колоректальным раком, она чрезвычайно низка и практически его нет в странах Африки, где люди голодают и практически круглый год сидят на бананах, апельсинах и мандаринах. Вот православный пост-то он имел под собой большую здоровую. Абсолютно правильно. И первое, кто откликнулся на вот это исследование эпидемиологическое, это фирма «Макдональдс». Она сразу стала добавлять в гамбургер огурчик, лист салатов, в чизбургеры и так далее, и тому подобное. У них появились салаты. Хотя весь этот фастфуд, он по большому счету очень вреден. Абсолютно вреден. Вот давайте рассмотрим эту ситуацию. При потреблении жирных продуктов, мяса, то есть животных жиров, в толстую кишку поступают такие продукты, которые по своей структуре очень похожи на очень сильные канцерогены. Такие образования, такие продукты, как фекопептоны и фекальные стеролы. Это сильные канцерогены. И они непосредственно воздействуют на слизи толстой кишки. А при потреблении клетчатки и овощей, как правило, из овощей и клетчатки не может все всосаться. То есть всосаются лишь микроэлементы. То есть вот эта вся клетчатка и овощи, они идут транзитом по толстой кишке. Так они говорят сегодня тоже с большим количеством химии. Это не является тоже причиной? Это тоже является причиной развития колоритального рака. Но нужно все-таки стараться потреблять... Угрозы все равно разные, да? Да, конечно, тут меньше угрозы, конечно. Развитие именно колоритального рака. А дети? В системе рисков для возникновения злокачественного образования у детей важное место имеет здоровый образ жизни родителей. Чтобы они не курили, о чем здесь уже говорил Игорь Юрьевич. Алкоголь и неправильное питание. Да, неправильное питание и употребление алкоголя. И все это повышает риски заболеваемости. А ожирение у детей? И ожирение у детей это в последующем может привести к росту и к раннему выявлению злокачественного образования молочной железы и тела матки, и также и колоректального рака. Давайте тогда расскажем немного о том, как организована работа онкологической службы в Чувашской республике. Ну, онкологическая служба у нас централизована. Всю помощь специализированную оказываем мы, это республиканский клинический онкодиспансер. А к нам больные поступают из первичного звена, из лечебно-профилактических учреждений. То есть пациент обращается к терапевту, врачу общей практики, к нейропатологу, к хирургу. Дальше больной осматривается врачом-терапевтом, делается то или иное обследование. И в случае подозрения на злокачественную опухоль больной направляется к онкологу, а дальше к раннекологу. А дальше от раннеколога больной поступает к нам. Ну, вот у нас 26 районных кабинетов, да? 26 кабинетов, где работают раннекологи. Мы не можем сказать так, что у нас где-то там в отдаленном районе или в отдаленном нателенном пункте люди подвергаются риску, да? У них есть система защиты, отстроенная. У нас очень компактная республика. Самая дальняя точка – это Шмоша-Аллатрик, где расстояние 150-160 километров. И время доставки пациентов всего лишь 2-2,5 часа. И дальше у нас работает трехуровневая система. Это первичное звено. Второй уровень может быть задействована какая-то клиника в случае возникновения какой-то экстренной ситуации, а дальше больной поступает к нам на специализированную помощь. В нашей детской больнице существует кабинет гематолога, кабинет детского онколога и отделение детской онкологии и гематологии. И на базе этих структурных подразделений сформирован республиканский онкогематологический центр. Значит, онконастороженные педиатры, да, отправляют где-то к нам? Да, отправляют пациентов с подозрением на злокачественное образование к нам на консультацию. Что предпринимает правительство Российской Федерации, ну и Чувашской Республики с тем, чтобы изменить онкоситуацию? Наш регион, Чувашский регион, в числе первых регионов, который вошел в федеральную программу, в комплекс мероприятий по усовершенствованию онкологической помощи населению. Согласно этой программе мы подготовили специалистов, получили оборудование на федеральные деньги в сумме на 480 миллионов. Это крупное оборудование. В число входит, в это оборудование входит ускоритель на 20 МЭФ, кроме этого входят другие аппараты, как терротрон для лучевой терапии, мультисорс, роботизированная система для архивирования, для патологоанатомического длинного диспансера. И кроме этого, республика, наша Чувашская Республика построила корпуса, где вот это стоит тяжелое оборудование. И кроме этого, мы 40% софинансировала Чувашская Республика, и мы закупили тоже аппараты для рентгеновские аппараты, и также оснастили наши операционные. Ну, это вот, смотрите, вот у нас не самые плохие показатели по онкозаболеваемости, да, и тем не менее мы получили такое оборудование. Это надо отнести на то, что мы были хорошо организованы, да, и вовремя успели войти в этот федеральный район. То, что мы вошли в число одних из первых регионов, это как раз говорит о нашей хорошей организации в Чувашской Республике. Это хорошая работа Мездрава и правительства Чувашской Республики. Затем мы были в программе модернизации, по этой программе мы получили оборудование, только оборудование на 89 миллионов. Сейчас, благодаря Министерству здравоохранения Чувашской Республики, личному министру здравоохранения Владимиру Нисамойлову, личному президенту Михаила Васильевичу Игнатьеву, у нас сейчас строится очень стремительно 3-этажный хирургический корпус, с которым мы связываем очень далеко идущие перспективы. Значит, суть этого 6-этажного хирургического корпуса будет заключаться в том, что там будет 3 высокотехнологичных отделения, которые будут оперировать на органах грудной клетки, брюшной полости, также в таракальниках будет отделение. Кроме этого, там будет существовать новый операционный блок на 6 операционных и новое реабилитационное отделение на 16 коек. И также больные там будут лежать также в комфортных условиях. Там будет одно-двухместная палата со всеми удобствами в пределах палаты. Ну, это вот, пожалуй, та серьезная основная такая проблема психоэмоциональная, опять же, для вашего республиканского диспансера, который сегодня присутствует. Именно от того, что мало было площадей. А какие высокотехнологичные, какие современные методы диагностики и лечения мы внедрили за последние годы? Ну, вот я перечислил эти федеральные программы, согласно которым мы получили ряд таких вот очень высокотехнологичных диагностических аппаратов. В частности, к нам поступил первый в Российской Федерации аппарат Диллан для радиозатопной диагностики молочной железы. Суть этой методики такова, что этот аппарат позволяет нам выявлять путем радиозатопной диагностики опухоль меньше, чем 0,5 сантиметров. Опухоль молочной железы. Но это, конечно, уточняющая диагностика после ультразвукового исследования, после маммографии. Кроме этого, мы в хирургии сейчас используем ряд высокотехнологичных методик. В частности, у нас также появился один из первых аппаратов, это аппарат Хайпек для гипотемической химоперфузии. Лучшие клиники Германии и Франции, вот я могу сказать, они как раз рекламируют эту методику как новую. А мы ее уже в Чувашии освоили. А мы уже освоили в прошлом году. Я вообще была потрясена, когда я полгода назад ходила по вашему онкодиспансеру, да, тем разговором с вашими специалистами о том, что они как раз говорили, вот такое оборудование у нас вообще единственное в Поволжье, да, вот это суперсовременное оборудование, вот это суперсовременное. Я поняла, что высокие технологии в Чувашии пришли. Да, конечно. Вот мы также были шестые в России, когда к нам пришел аппарат для общей гипотемии, японский аппарат Термотрон РФ-8. Это аппарат для общей гипотемии, вот я уже перечислил. Это, то есть мы и высокотехнологическое исследование, и диагностическое оборудование имеем, да, и лечебное. И для лечения. Хорошо, а тогда самое главное для наших слушателей и зрителей, основные достижения вот в оказании помощи больным онкозаболеваниям в Чувашской Республике, они какие? То, что связано с выявляемостью, запущенностью, да, и выживаемостью. Основные достижения, конечно, упираются в цифры. Вот я могу сказать, что если запущенность у нас сравнима со среднероссийской, то пятилетняя выживаемость – это вклад личного онкодиспансера, это то, что мы используем как раз очень агрессивную хирургию, химиотерапию, гипертермию, в частности, локальную гипертермию. Мы получаем пятилетнюю выживаемость, которая на 5% выше, чем… А агрессивную не в том смысле, что это страшно для пациента, а агрессивную, страшную для всех этих микробов и тех, которые… Агрессивная – это страшно для рака. Агрессивная хирургия – это страшно для рака. И очень хороша для пациента. Самое главное в диагностике и лечении рака, конечно, это диагностика его на ранней стадии. Для того, чтобы продиагностировать рак на ранней стадии, надо иметь, конечно, врачу первичную звену очень хорошую онко-насторожность. Поэтому в нашей кафедре онкологии, которая базируется также на базе онкориспансера, где работают около 4 заведующих отделения кандидата наук и ряд ассистентов, разработана программа подготовки первичного звена – врачей общей практики и терапевтов. Поэтому мы с этого года также начнем их подготовку по циклу онкология. – Я знаю, что уже и в институте повышения квалификации врачей идет переподготовка первичного звена, и там про онко-настороженность тоже очень много говорится. У нас, в принципе, хватает врачей и онкологов? – Онкологов у нас хватает. У нас в онкориспансере работают 45 онкологов и 10 радиологов. Это достаточно для оказания специализированной помощи. – А как с детскими специалистами? – По детским специалистам нам бы хотелось больше, но ситуация у нас вполне управляемая, и мы справляемся с работой. – Сегодня в России просто такая важная фишка правительства Минздрава России и Минздрава Чуваши, если вообще корректно так говорить, это диспансеризация населения. Насколько с помощью диспансеризации мы вообще в состоянии отследить первичных раковых больных? И от кого, и что здесь очень сильно зависит? – Это очень актуальная программа. Во-первых, при диспансеризации охватывается широкий слой населения, и при хорошей работе врачей первичного звена выявится ряд предопухолевых заболеваний, которые потом пролечатся и не приведут к развитию онкозаболевания. Дальше диспансеризация позволит нам выявить опухоли в ранней стадии, и уже специализированное лечение на ранних стадиях нам позволит вылечить большую часть населения. – Во-первых, это и легче, и дешевле во всех свойствах. – И легче, и дешевле, да, конечно. – Это малоинвазивные какие-то способы возможны, да? – Нежели чем лечить третью или четвертую стадию. Ну, я могу сказать, что каждая женщина до 40 лет должна проходить хотя бы один раз в год ультразвуковое исследование молочных желез. Далее, мужчина старше 45 лет хотя бы раз должен пройти один раз в год фиброколумскопию для диагностики коллоктального рака. И старше 45 лет должен мужчина также сдать анализ на ПСА для диагностики рака предстательной железы на первой стадии. Вот все это должно осуществляться или проходить во время диспансеризации. – Онконастороженность родителей должна заключаться, это вовремя приходить на прием к врачу-педиатру, вовремя проходить анализы. Вот диспансеризация – все в детском возрасте есть декретированный возраст, когда выполняется специальное исследование, которое нам, если будет такой случай, позволяет выявить заболевание на первой-второй стадии и получить такие же результаты лечения, как во всем мире. – Ну что ж, подводя итоги нашей беседы в студии, я должна обратить ваше внимание, уважаемые слушатели и телезрители, на тот факт, что по-прежнему счастье в наших собственных руках. Мы можем ждать, когда государственная клиника что-то откроет в состоянии нашего организма. Мы можем вовремя сходить и поискать, есть у нас факторы риска или нет. Но самое лучшее, наверное, это то, чтобы мы все-таки, понимая, какие угрозы и вызовы существуют в отношении тех или иных заболеваний, старались не допустить этих заболеваний в нашем организме. Поэтому будьте всегда позитивно настроены, старайтесь правильно питаться, старайтесь правильно двигаться и правильно и вовремя спать. И тогда онкозаболевания, которые угрожают нам со всех экранов телевизоров, газеты, интернет, никогда не будут грозить вашему личному счастью и счастью вашей семьи. Спасибо уважаемым экспертам, спасибо за внимание, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова